Здравствуйте! Заходите быстрее, здесь опасно. Татьяна не часто принимает гостей, но встречает их всегда именно этой фразой. Постоянная жизнь в тревоге за себя и своих близких уже вошла в привычку. Под прогнившим от сырости потолком играют двое ее детей. Конечно, я очень переживаю. Мы здесь пробегаем все время в нашу квартиру, потому что очень страшно. А теперь я переживаю, потому что потек у меня в квартире, у нас подвесные потолки. Не видно, что там происходит. В любой момент может произойти обрушение. Я не знаю, в каком состоянии сейчас перекрытие чердачное. Я, конечно, очень переживаю за детей. Дом на улице Комсомольской, в котором живет Татьяна с семьей и ее соседи-долгожитель, разменял уже сотню лет. Но достойно состариться у него не получилось. Постоянные протечки крыши привели к тому, что в подъезде и квартирах жильцов тазики стали обязательной частью интерьера. А вместо духа старины здесь резкий запах гнилой древесины и плесени. На моей памяти, я здесь проживаю уже более 30 лет, капитального ремонта не было. В нашем доме жила бабушка, ныне почившая Марья Николаевна, которая с 29-го года здесь жила. Она говорила, вообще не было ни разу капитального ремонта. Главнее всего – погода в доме. Местные жители понимают эту строчку из песни буквально. Не раз уже приходилось просыпаться в своей кровати под проливным дождем. Обращались в управляющую компанию. Там не отказывают, но и не ремонтируют. Написали нам письмо в конце, в ноябре 2015 года, о том, что намерены ремонтировать нам перекрытие весной, летом 2016 года. Никто не явился. В конце концов, после неоднократных попыток до них достучаться, они явились осенью, начали нам ремонтировать, то есть обили все, что здесь свисало, всю штукатурку. Но потом приостановили все работы, поскольку сказали, что отопительный сезон начался, много аварийных ситуаций и не до вас. Последние обращения в управляющую компанию жители отправили в начале декабря. Коммунальщики ответили, что обязуются провести ремонт до 31 декабря. В итоге новогодние поздравления президента домочадцы слушали поджурчание талой воды. Была бригада, целый день они что-то делали, на чердаке делали. И после этого появилась стечь, собственно говоря, у меня в квартире. Вместе с жителями звоним в их управляющую компанию «Гарантсервис». Алло, слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Это вас беспокоит с улицы Комсомольской, дом 7. Скажите, когда будут предприняты меры по ликвидации аварийной ситуации в нашем доме? Я не знаю. Я диспетчер. Я не руководитель. Позовите. А позовите, пожалуйста. Жильцы знают причину пренебрежительного отношения к ним управляющей компанией. В доме всего три квартиры. Коммуналку все платят исправно. Но этого недостаточно. Наш дом невыгоден. Для них, как они говорят, что вы поймите, вот в нашей организации находится весь ветхий фонд. Но это же не наша проблема. Если так, вы должны были, когда вам его давали, как-то сделать распределение между ветхим фондом и неветхим. А не так, что вы собрали все это и сидите сложа руки и смотрите. Ах, когда что же произойдет? Когда произойдет, тогда будем разбираться. На 2016 год, если верить сайту рекоператора, в доме был запланирован капремонт инженерных сетей. Работ не было. Даже контракт на их проведение до сих пор не заключен. А крыши в плане до 2034 года вообще нет. Плесень, сырость и испорченные обои, как оказалось, не самое страшное. Последние события, когда в двух квартирах более свежих домов обвалились, потолки показали. Трагедия может произойти в любой момент. До обещанного ремонта еще нужно дожить. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.